здравствуйте в эфире программа мимо нот евгений додолев продолжает находиться в отпуске и сегодня эфир ведут александра панина и я юрий шведов а у нас в гостях замечательный журналист музыкальный критик ведущий знаменитой в 90-е годы программы акулы пера а ныне главный редактор издания мк бульвар илья легостаев здравствуйте добрый день привет привет илья а вы все-таки себя больше кем ощущаете пишущими или телевизионным журналистом ну это совершенно разные виды спорта их нужно четко довольно разграничивать все-таки когда ты пишешь ты полагаешься исключительно на себя вот и если ничего не получается значит это идиот и что-то не доработал что-то не додумал плохо сделал и так далее на среднем все гораздо сложнее нужна команда в которой нужно быть абсолютно уверенным потому что может не получаться что-то не у них а идиотом будешь ты в итоге так что я поэтому всегда очень так осторожно относился к телевидению потому что не лучше не работать с теми кого не знаешь от кого не знаешь что ждать вот поэтому общем телепроект у меня в жизни возникали как так довольно спонтанно и непоследовательно вот но по крайней мере скажем так 90 процентов из них я не получал никаких там стрессу стрессообразующих ситуаций чтобы там мучиться говорить потом зачем я все это придумал и так далее так далее то есть это были это была интересная работа с интересными людьми вот уже много лет и до телевизионных эфиров и после работаете в мк и связано с музыкальной тематикой сама музыкальная тема вас когда заинтересовала и почему вы решили собственно стать музыкальным журналистом но она меня заинтересовала еще в школе у меня был один родственник он сейчас есть у которого была возможность покупать там разного рода пластинки советского иностранного производства вот и мы когда ходили в гости вот он не было такая такой аппарат под названием вега там была значит пластинка и и кассетник и очень удобно было переписывать сразу все это вот я обычно от него уходил с ворохом кассет я очень любил слушать музыку мне довольно рано купили магнитофон такой простенький и собственно а потом уже когда я учился в институте это как-то все более и более стала укрепляться как-то возникла компания которая очень интересовалась так называемым пулом филофонистов когда-то давно на горбушке который потом прирос вот этот стихийный спонтанный рынок вот мы там время от времени зависали по выходным то есть было невероятно интересно и мне как-то всегда очень очень нравилось вот вот именно все что все что крутится вокруг этого жанра все что все что ему сопутствует вот ну и потом я собственно проработав где-то наверное лето курьером московском комсомольце через некоторое время пришел туда и попросил попробовать разрешить мне что-нибудь написать вот но это как-то все это началось началось не с музыки что скорее всего такого больше похожего на советскую жизнь какие-то развлекательные материалы вот но но потом как-то я сумел переквалифицироваться и пришли к музыке давайте перейдем к акулам пера тем более для нашего телевидения тогда это был совершенно новый формат был гость ведущие и ряд журналистов начинающих журналистов которые задавали гостям острые вопросы причем поскольку журналисты были только начинающие или даже мало знакомые гостям и художественных приемностей вроде особо в этой программе не было тем не менее акулы пера были одним из одной из самых популярных программ то время почему ну такого еще не было в принципе еще сам вот этот формат ток-шоу он уже использовался и на первом канале по моему там телекомпании вид что-то сделала вот то есть он не был в новинку но вот чтобы это было посвящено только музыке вот все-таки это была довольно узкая специализация более того не все люди представляли что есть такие музыкальные журналисты потому что все-таки сама профессия журналистики она стала популярна начале перестройки но в основном это были такие политико-экономические разоблачения всякие криминальные погружения в 70-е и прочее и прочее а здесь вот это были довольно молодые люди которые ходили по клубам ходили на концерты слушали музыку и спрашивали всякие гадости у звезд и еще писали об этом потом не самым нелестным образом и естественно к ним сохранялся какой-то интерес тем более что у них не было никакой площадки для того чтобы показаться как они выглядят вообще что что они могут сделать перед камерой вот здесь была предоставлена такая возможность и они мне кажется очень так плотно ее использовали потому что если раньше я знал достаточно ограниченный круг людей потому что ну давайте уж называть вещи своими именами в любой там приличной газете музыка тогда была все-таки на последних страничках и где-то популярнее где-то менее популярнее вот но все-таки это был не то с чем начинали первые полосы вот а так они попали в эфир причем в эфир такой праймовый по тем временам и стали достаточно популярными людьми хотя и не получили за это а может быть это какой-то я так скажу скандальная какая-то составляющая передача отвечала за интерес но не без этого вопросы можно было задавать самые разные вот более того иногда не самые лестные вот правда что отличало ее от нынешних скандальных передач это то что сейчас все-таки авторы ток-шоу используют какие-то прямые конфликты между людьми которые прямая конфронтация которые пытаются вцепиться друг другу в горло тогда все таки это было на на почве музыки то есть так или иначе в основе была пластинка песня видеоклип концерт в общем какой-то культурный акт который потом разным образом обсуждался а вот не было ли таких некоторых междоусобиц между журналистами то есть если кто-то задавал острые вопросы из передачи в передачу кто-то задавала интеллектуальные вопросы остальные же были фоном и вот не было ли у них таких обид друг на друга ревности до что вот ему достается вот это из передачи передачу а мне дают ничего роли были строго спор schöne ats у кого я понимаю про те пожал três но не то что прямо были строго распределены но о CU cuid Compass два друг друга 1930 руler ну мы общались перед записью что вот мы обсуждали кто к нам придет è мы опер大丈夫 примерно что можно как можно беседовать с этим человеком как это бесед Guild blend particularly Ben Jade regis and Data а вот мы 프� experi州 студ pourquoi мы которые пришли каталог placement подфором из прид ethnic аэм на ginger 2 характера, но которые могли бы сформулированы, ну, прямо скажем, очень остро, как это получалось у Сергея Соседова. Вот. У кого-то есть конкретный светский интерес. Вот. У кого-то есть просто оголтелый наезд. Просто так, на пустом месте. Вот. У меня, понятное дело, в Глайблай, была эта картина действа, и по ходу того, как шла беседа, я мог градус ее уменьшать или увеличивать. Между совесть между журналистами? Ну, я такого не помню. То есть, ну, вот те, кто чувствовал себя, вот как рыба в воде, вот в этой ситуации, они всегда и были на первых ролях. Видимо, все остальные просто чувствовали себя менее уверены. Ну, видимо, от рвения, да, это все зависело уже больше. А вот как звезды относились к журналистам до и после передачи? Вот, учитывая, если приходит человек какой-то известный, с весом в обществе и в музыке, и его начинают малоизвестные какие-то люди довольно резко опрашивать. Вот, каково было различие в отношении до и после программы? Ну, эти люди перестали быть малоизвестными. На первых порах. Их даже узнавали на концертных площадках, пускали обычно бесплатно и так далее. На первых порах, ну, скажем так, у звезд тогда не было возможности прийти в какой-нибудь эфир и поговорить о себе. То есть, раньше не было музыкальных программ, которые были посвящены вот именно такому. Была программа «Музабосс», где показывали видеоклипы, где показывали репортажи с концертов, где были, конечно же, интервью, вот, но не такие большие. Поэтому артисты хорошо понимали, что у них есть возможность, ну, грубо говоря, стать ещё симпатичнее для публики, если они хорошо сформулируют свои мысли, если они мягко и доходчиво покажут своё превосходство над теми, кто пришёл их щипать за разные места. Вот, поэтому многие, конечно, соглашались с удовольствием. Они понимали, что идут на некий риск, потому что мы были достаточно таким бескомпромиссным коллективом в том смысле, что мы потом не пускали на монтаж. Вот, если это было записано, мы это обычно показывали. — То есть вы всё это и выпускали? — Ну, в 90% случаев. — А вам до эфира ставили задачу как-то выборочно вести себя, допустим, этого мы сегодня прессуем, а вот этого очень аккуратненько жалеем из гостей? — Ну, это был мир такого коммерческого телевидения, поэтому, конечно, всем очень хотелось получить интересную передачу. — Прессовали всех? — Прессовали всех абсолютно. Мы все хорошо понимали, что у каждого артиста есть какие-то положительные моменты в его биографии, в его музыкальной биографии, и они, как правило, тоже не оставались без внимания. Очень часто сам гость начинал вести себя не очень красиво, и это, конечно, слегка его принижало в глазах публики, в глазах прессы. — А как вы считаете, это были провокации или человек просто терял равновесие или самоконтроль? — Ну, скорее всего, он терял равновесие. — То есть не было уже такого специальности, что люди как на черный пиарщик. — Люди не очень далекие обычно очень трепетно относятся к собственной персоне, и если они чувствуют хотя бы толику сомнения по поводу своего величия, они сразу начинают нападать, при этом выглядят очень скверно, нужно признать. Вот. Такие были, вот, и если там вспомнить эти программы, то они, конечно, ну… — Да. — А часто было такое, что гости, хотя вы говорите, что не пускали их на монтаж, что гости после эфира требовали что-то из эфира вырезать или вообще программу не подавать? — У нас был случай, связанный с Осипом Камзоном, он пришел в каком-то очень таком говорливом настроении, его было совершенно не остановить, и мы записали очень длинную беседу, которую потом разделили на две передачи. Ну, тогда еще можно было так забавляться, что одну часть его показывали в один понедельник, а потом через… Сейчас-то, конечно, безумие настоящее, но тогда еще можно было позволять себе такие эксперименты. Вот. Программы были по рейтингу очень похожие на программу «Время», то есть, ну, шли просто на ура. И перед первой позвонили из его офиса и попросили привезти мастера им показать, что мы и сделали. Но ситуация заключалась в том, что это был тот день, когда они уже ничего не могли сделать, потому что это была… копия мастера была у них, а сам мастер был на канале. То есть, они могли что-то попросить, но… — Толку. — Но это было поздно. Но они ничего не попросили. — А обиды были после? — Ну, вот таких, чтобы прям… Я не помню, чтобы там кого-то жутко унизили или оскорбили. — Ну, вот, вы же сами говорите, люди разные. Кому-то это действительно никого не обидели, а кто-то обиду затаил и сидел, потом это все лилили. — Ну, я думаю, что, видимо, это как в каком-то было интервью и гиппопо, что иногда после череды не очень хороших событий просыпаешься и чувствуешь, зачем же все это было. Но происходит это недолго. Так и у них. Они иногда могли уходить слегка сконфуженные, но потом как-то довольно быстро отходили. Я не помню, что у нас оставались какие-то враги, по крайней мере. Хотя, может быть, я такой. — А был кто-то из звезд, кого вы хотели пригласить на передачу, но они ни в какую отказывались? — Я не помню таких… Ну, с Пугачевой не получилось. У нее не было планов абсолютно к нам приходить. Я их хорошо понимаю, потому что, в общем, наверное, это немножко не ее уровень. Ей же хотелось все-таки какого-то такого более комплементарного разговора. Все остальные, те, которые не получились, просто не получились из-за того, что они были заняты. У нас были другие съемочные дни. Ну, то есть административно не срослось. Но так, в принципе, почти всех мы так или иначе… — А есть ли какой-то выпуск, за который, можно сказать, стыдно? — Или неудобно. — Или неудобно. — Или неудобно. Или что-то не так пошло. — Рассказали что-то такое. Наехали на кого-то, а потом жалели. — Я, видимо, как тот гип-поп, который уже забыл. Ну, мне, конечно, было несколько неловко, когда я однажды поехал, улетел на неделю в Арабские Эмираты и не смог вернуться на съемки, потому что там была какая-то долгая история. Мне нужно было переоформить визу, потому что сделали неправильно. У меня взяли паспорт на переоформление. А потом у них неожиданно умер шейх какого-то Эмирата и закрыли все вот это вот на какой-то траур. Ну, то есть я и три программы записывали без меня. Вот за это мне было действительно очень неудобно, потому что я, вроде, получил три холянных дня на океане, но здесь было не сладко. Вот. Все остальное, ну, как-то, мне кажется, прошло довольно спокойно. — А можно ли назвать акул пера некоторым родоначальником такой желтизны на телевидении? Все-таки, как сказать, со временем зрители уже больше шли, скорее всего, на сплетни и на уколы, чем на музыку. Можно ли это отнести к такому жанру? — Вы же обсуждали не только музыку. — Да. У меня иногда вот сама природа этой медиа-желтизны у меня вызывает вопрос, что, собственно говоря, имеется в виду? — Я не веду… — Отсуждение личной жизни и каких-то приватных подробностей публичных персон? — Ну, не только. Когда это ставится во главу угла, скажем так, это обсуждение? Потому что потихонечку уже действительно народ начал идти в рейтинге на это, мне кажется. — Ну, скажем так, когда излагаются какие-то факты, неважно где, в радиоэфире, в телеэфире, на газетных полосах, и они не перевираются, то это и есть журналистика. Вот. Когда это изложено каким-то немножко жаргонным языком, это считается желтой журналистикой. Но она от обычной ничем не отличается, только стилем изложения. Наверное, у нас было нечто похожее. Да, таких программ еще не было. Вот. И время от времени там возникали ситуации, когда обсуждались прежние жены или прежние мужья какие-то вот ситуации, не имеющие к музыке прямого отношения. Вот. Но, честно, мне казалось, что мы используем благородные оттенки желтого. А если, на ваш взгляд, или для вас где проходит граница в обсуждениях или в рассказах о личной жизни известных людей, за которую переступать нельзя? Здесь очень многое зависит от человека, который приходит в гости. Если о его жизни известно очень многое, то он должен понимать, что это могут обсудить. И если он не хочет, чтобы это обсуждали, он просто не будет давать интервью. То есть, вот, все вот это, все разговоры насчет того, что бедные звезды им не дают покоя, все о них знают, к ним присутствуют и так далее, и так далее. Все это, мне кажется, не совсем так. То есть, если человек хочет оградить себя от какого-то излишнего внимания, он не будет ходить на халявные банкеты. Вот. Он не будет ходить в места, где нужно позировать около баннеров. Вот. Он будет больше заниматься, собственно говоря, своей непосредственной работой и делать так, чтобы потом было не стыдно. Ни для кого не секрет, что в большинстве случаев сейчас, особенно это связано с актерами, у них нет повода для серьезных разговоров. Все, что происходит в их творческой жизни, обычно достойно лишь, ну, кривой ухмылки. Вот. Именно поэтому обсуждают их личную жизнь. Как только это появится, я думаю, что внимание публике переключится. Как вы думаете, а почему так случилось, и когда ситуация изменится? Что должно произойти? Ну, это очень такая специфическая вещь под названием российские кино и музыкальные потребители. Ну да, вот, понимаете, это получается какой-то замкнутый круг. С одной стороны, телевидение дает то, что потребляет и просит человек, а с другой стороны, человек начинает потреблять все менее качественно, и это приводит к регрессу и вообще к стагнации, я даже думаю, в формате. Что должно случиться? Ну, вот вопрос, что первично. Запросы зрителей и желания теленачальников заработать. Ну, скажем так, в 90-е все-таки отношения между медиа и публикой были из той серии, вот, а хотите, я вам фокус покажу, вы так не умеете. И у публики вызывало это любопытство. Сейчас, конечно, в общем, сразу предлагаются интимные услуги, что не очень хорошо. Ну, потому что публика присыщена уже. Я думаю, конечно, есть у меня сомнения, что во всем виноваты, грубо говоря, торгаши или, как их называют, службы маркетинга. Вот. Не без участия, конечно, журналистов, которым захотелось новых коллекций, тачек, домов и так далее, и так далее. То есть, когда вот это вот все сложилось, когда финансовые интересы взяли большой верх, то и получилось так, что как-то все сами определяют за публику то, что им хочется посмотреть, вот, а чаще определяют то, подо что легче продать рекламу. Да, да, да. Вот. И, в общем, все это происходит без участия непосредственно людей. В музыке, конечно, все может быть по более простой линии, потому что как только мы привыкнем платить за то, что нам нравится слушать, то, наверное, ситуация изменится. А вот была же у вас программа, одна из скандальных, как ее называют в интернете, с Александром Новиковым. И Новиков сказал, что сначала он заплатил 2500 долларов за участие в этой программе, а потом во время программы обвинил Кушанашвили в том, что он требовал деньги за хвалебную статью о себе. Рокенролл. Вот. И, собственно, я когда посмотрел этот эпизод, мне показалось, что, ну, в общем-то, это же и так сейчас всем известно. Это какой-то уже сложившийся стереотип, что в шоу-бизнесе все за деньги, тем не менее ту программу назвали самой скандальной. Как тогда это воспринималось? Это было откровение? Мне не показалось в этом ничего откровенного, потому что я примерно помню эту передачу, вот, и я помню настрой, с которым пришел знаменитый Барт, и мне с самого начала показалось, что ничего хорошего из этого не выйдет. То есть он был очень агрессивно настроен, а когда агрессивно настроен человек, ну, с таким довольно специфическим взглядом на мир, то обсуждение сразу принимает определенный характер. Он начал наезжать, на него начали наезжать, вот, масса подробностей сразу исчезла из кадра, вот, ну, то есть, ну, он, в общем, получил то, чего хотел, мне кажется. Ну, да, он создавалось ощущение, что он за этим и пришел, на самом деле. Ну, он, в общем-то, и написал в анонсе тогда о том, что идет на передачу для того, чтобы проучить журналистов. Ну, конечно, конечно. Ну, по сути-то, получается, что на всю страну было такое заявление для журналистов, что можно брать деньги за свою работу, за статьи, за отзывы. Я вот, конечно, не уверен, что прям вот так вот все было и что кто-то это не придумал, потому что в некоторых ситуациях, конечно, от правды не остается и пяти процентов, что кто-то прям с кого-то взял деньги. Ну, так уж поэтому вас и спрашивают. Вот, но, конечно, в те времена очень многие журналисты требовали деньги за свои услуги, вот. Это была правда, многие статьи были заказными, многие телевизионные сюжеты были заказными. «Если вспоминать окулу и пера», я не участвовал в продюсерской части всего этого дела. Я слышал о двух заказанных ситуациях, вот. Но больше… О каких? Одна была связана, по-моему, с Татьяной Марковой, а другая еще с кем-то, я не помню с кем. Собственно, вот, собственно, и все. И это только потому, что потом кто-то проговорился и говорил, что вот так получилось и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Все остальное, в общем, шло на абсолютно некоммерческой основе. Если там ее и пытались каким-то образом усмотреть, то… Ну, мне вот известно только вот это. Ну, в любом случае, эти ток-шоу, они были острыми и зачастую неприятными для гостей, а когда я смотрю на современные музыкальные программы на телевидении и радио с участием звезд, то они все какие-то, как мне кажется, какие-то слащаво-хвалебные. Вот что происходит сейчас с музыкальной журналистикой, как вам кажется? Ну… Есть ли она? Ну… Нет, она, конечно, есть, потому что живы многие из тех, кто этим занимался тогда. Есть какие-то новые люди, которые пишут на… Ну, в основном, конечно, не в газетах, а на интернет-ресурсах. Просто у них не так много тем, конечно, как раньше. И более того, не такая обширная аудитория, как раньше. Все-таки вот это вот интернет-расслоение, оно привело к тому, что у каждого появилась очень маленькая ниша, и людей зачастую совершенно не интересует то, что происходит рядом. Вот. И именно поэтому сейчас иногда сложновато бывает собрать там большое количество людей на концерт, допустим, какой-то новой звезды. В основном просто старички собирают большие залы. Вот. Сложно сделать сенсационной какую-то новую пластинку, которая вот, ну, как вот в свое время были первые альбомы «Мумитроли» и «Зимфира», когда они стрельнули просто на всю страну. Сложно себе представить, что сейчас какая-нибудь молодая, перспективная, хорошая группа сумеет вот создать вот такой релиз. И не потому, что музыка плохая, а потому что публика настолько расслойна по нишам, что у них будет своя очень маленькая аудитория, которую они прикармливают при помощи интернета. Вот. А все остальное, а все остальные не будут ими интересоваться. В этом, конечно, проблема. Потому что сейчас, конечно, музыку можно записывать каждый, потому что это просто. Это можно делать на кухне без существенной потери для качества. Вот. И именно из-за этого столько всякого музыкального шлака, что иногда очень сложно услышать что-нибудь интересное. То есть у публики невероятно замылены уши. Так и журналисты. Вот. Они пытаются создать вокруг чего-то какой-то эффект присутствия, что доказать, что это важно, что это интересно и так далее, и так далее. Вот. Но их не очень слушают. Мне не очень симпатично, что каждый сейчас может сам себя ощущать музыкальным критиком. То есть у каждого идиота есть теперь кусок стены, на котором он может написать то, что он думает. И более того, это многие могут увидеть. Вот. Если раньше, в общем, ради этого ты должен был пройти некоторые там редколлегии и так далее, и так далее. То есть ты должен был убедить людей в том, что то, что ты хочешь написать, это важно. Это правильно, это сформулировано, и это будет интересно людям. Сейчас к этому совершенно другое отношение. И все это сказывается и на уровне музыки, и на уровне журналистики, и вообще вот на всем на том, что вокруг нас в плане медиа. А если еще к журналистике. Есть сейчас какие-то персоны, о которых нельзя говорить плохо. Или есть какое-то негласное правило, что о них нельзя говорить плохо. Ну, в частности, допустим, в МК «Бульвар». Если вы найдете, извините, какую-то скандальную информацию о этом человеке, вы это ни в эфир, ни в прессу не дадите. Не знаю, Кобзон, Пугачёва. Можно о них говорить? Ну, МК «Бульвар» — это семейный телегид, там не может быть ничего такого, что могло бы испугать домохозяйка их детей. В музыкальной среде, да, в музыкальной среде. Ну, скажем так, сейчас у всех звезд есть юристы. И во всех медиа тоже есть юристы. И всякий раз, когда возникает скандальная ситуация, то она обсуждается на юридическом уровне. Что это принесет газете, журналу или интернет-ресурсу? Что будет, если на них подадут суд? А будет то, что они заведомо проиграют, скорее всего. Потому что сейчас выстроены так, что звезды достаточно защищены от того, что происходит вокруг них. То есть, грубо говоря, как недавно это было с Еленой Вайенгей или кем-то еще, ей не понравились фотографии, которые были сделаны чуть ли не на ее пресс-конференции, и она устроила несколько судебных процессов, и некоторые из них выиграла. Что, конечно, не очень нравится юридическим службам средств массовой информации, правильно? Ну, к чему это все? Ну да. То есть, вроде бы, с одной стороны, мы пишем, мы как-то вот, вроде бы, тоже способствуем его популярности, но в то же время нас подает суд, и мы им платим какие-то деньги. Так что сейчас нет никаких икон и каких-то святых совершенно людей, к которым нельзя прикасаться, к которым нельзя там мазать черным, коричневым или чем-то еще. Сейчас есть совершенно обычные финансовые ситуации, которые могут быть выгодными или невыгодными. Это плохо, это отвратительно, но пока это так. Мы имеем то, что мы имеем. Скажите, а вот, возвращаясь к отзывам критиков, вот как вы говорили, что каждый имеет себя сейчас критиком, как можно доверять какой-то статье музыкального критика на определенного исполнителя? Я имею в виду, что как понять или оградить себя то, что это, может быть, заказная какая-то статья? Конечно, если дело не касается каких-то звезд первой величины, которые себя уже зарекомендовали, вроде Земфиры. Ну, скажем так, 90-е, грубо говоря, журналист мог позволить себе быть интересным человеком. То есть он мог излагать какие-то свои мысли, как-то их так витиевато формулировать, иметь ко всему свое отношение и так далее, и так далее. Когда речь касается критиков, то здесь уже, конечно, у публики, я имею в виду современных критиков, здесь уже у публики должна быть некоторая работоспособность. То есть вот, допустим, кто-то написал кинорецензию или музыкальную рецензию, но вы почитайте про человека, который ее написал, почитайте его прежние материалы, изучите его вкус, то есть покопайтесь вокруг этой персоны, убедитесь себя в том, что вы ему доверяете. Если вы ему доверяете, наверное, стоит его читать, а если нет, то, может быть, и не нужно. Ну, то есть везде нужно изучать бэкграунд. Конечно. Понятно. У нас есть ряд музыкантов, которые давно уже не попадали в эфир на НТВ, не на радио. Причина, как говорят, в их политических убеждениях. В частности, это и ДДТ, Макаревич, Океанельза, украинская группа. Причем нет не только интервью с этими людьми, но и даже клипы их, в общем-то, не показывают. Как по-вашему, это какой-то запрет сверху? Здесь все, конечно, довольно странно. Потому что, на мой взгляд, вот эти все разговоры о какой-то жуткой кремлевской хунте, которая не может спокойно пообедать без того, чтобы не отменить концерт ДДТ, все это, мягко говоря, преувеличение. Потому что наиболее отвратительным образом ведут себя люди на местах. Вот там настоящие тупоголовые, необразованные придурки, которые могут, данной им властью и желаясь выслужиться перед кем-то, устраивать вещи, о которых их совершенно не просили, но, на их взгляд, на всякий случай лучше от этого избавиться. На мой взгляд, большинство отмен концертов в регионах, связанных с рок-музыкантами, это происходит именно из-за таких ситуаций. То есть, как бы чего не вышло. Как бы чего не вышло. Да, самое страшное – это деятельный и недалекий человек. У власти, да. И мне кажется, Кремль тут совершенно не причем. Ну, было бы странно, если они были бы озабочены только этим, правда? Лед, скажите, а вот как, по-вашему, отталкиваясь от вопроса моего напарника, что для артиста важнее в такой ситуации – сохранить свое мнение, гражданскую позицию или сохранить отношение к себе его аудитории, его поклонников? То есть, например, если он будет жертвовать… Он будет жертвовать или поклонниками, да, своими, или своим мнением. Что важнее? Ну, для артиста, мне кажется, важнее всего писать музыку все-таки. Придумывать песни, записывать альбомы, давать мощные концерты и таким образом привлекать… То есть, заниматься своим делом. И таким образом привлекать свою публику. Прежде всего, своим делом. Если у него есть гражданская позиция, то здесь, конечно, как раньше говорили, нужно четко определиться – вы либо умный, либо красивый. Либо вы этим занимаетесь, либо вы, скажем так, не прыгаете с холодного на горячее. То есть, если вы один раз сказали «А», то потом не нужно говорить, что на самом деле я имел в виду «Б». Вот это вот самое отвратительное, мне кажется. Если у кого-то появляется наконец-то гражданская позиция, то ее нужно последовательно, шаг за шагом отстаивать. Если уж не получается без нее заниматься музыкой. Я не очень верю в том, что вот такие они все политически мотивированные, политически озабоченные, и им хочется обязательно что-либо сказать. По-моему, это способ привлечь себе дополнительное внимание. Потому что, когда не хватает каких-то, может быть, музыкальных сил, то в ход идет что-то другое. На мой взгляд, если музыка будет хороша, действительно хороша, то все то, что они хотят сказать на митинге, можно будет сказать на концерте, не затрагивая никаких там вот так вот явно чьих-то интересов. И все поймут, о чем идет речь. С другой стороны, цитируя моих родителей, они сказали, что они будут слушать Макаревича в любом случае, хоть что он скажет, потому что им важна его музыка, а не мнение. Но еще, с другой стороны, ведь 20-30 лет назад музыка занимала в нашей жизни, как мне кажется, гораздо больше места, чем сейчас. Потому что любой концерт, он был значимым событием. И музыка, ну в частности рок-музыка, она была неким открывателем мира, что ли, может быть, учителем жизни своего рода, да, для молодых людей. Почему сейчас вот эта роль музыки ушла? И что пришло на место музыки, как вам кажется? Ну, если мы окинем взглядом эту комнату, то здесь, наверное, найдется десяток предметов, которые могут стать источниками музыки. То есть интернет убил? Ну, раньше такого, конечно же, не было. И поэтому ровно настолько, насколько она была в дефиците, такой на нее был и спрос. И здесь, и за границей, когда для того, чтобы получить, ну, для того, чтобы узнать о каком-то концерте, нужно было спуститься вниз двумя копейками и позвонить кому-то. То есть, ну, это совершенно другой вид коммуникации, другая скорость и другой объем. Как только всего этого появилось очень много, вот, то, конечно, у публики появилась пресыщенность. А протест куда делся в рок-музыке? Куда сейчас протест? Ну, скажем так, раньше рок-концерт мог превратиться в митинг, и это имело большой успех, потому что обычные митинги были запрещены. Сейчас, в общем, больших проблем с этим нет. Вот, и если, допустим, есть проблемы с какой-то официальной организацией больших митингов, то вы можете устроить довольно просто флешмоб и изложить свои идеи. То есть, получается, этот протест стал не нужен, по сути, искусственно. Он поменял форму. Да. Он поменял форму, он вышел туда, куда он и должен выходить. Стремился. И потом, конечно, он сменился на некий… Если раньше субкультура, они являли собой протест существующим порядком в культуре, в политике, где-то еще, то сейчас все субкультуры, они в основном потребительские. Вот, и все обсуждения вокруг того, что нам купить, что примерить, какие телефоны, какие проигрыватели. То есть, ну, вот тот самый капитализм, о котором мы говорили, он сыграл злую шутку. То есть, это, с одной стороны, конечно, здорово, потому что, ну, крутые плееры, диски и так далее, и так далее. Мы имеем то, что мы имеем, то, к чему мы шли. Конечно. А откуда тогда такая ностальгия по советским песням сейчас? И вообще по всему советскому? Не наблюдаете такое? Ну, если уж говорить по совести, я читал давно какой-то интервью Логутенко, вот, и он сказал, что, возможно, он не популярно мыслит, вот, но в свое время нужно было загонять всю советскую эстраду в театр эстрады и оставлять ей эту площадку как некий полигон ее действия. И никаких эфиров нигде. И тогда за 10 лет мы бы стали совершенно другой стороной, которая по-другому сформировалась бы культурно, появились бы другие культурные запросы и так далее, и так далее, и так далее. Лучше, хуже, сложно сказать, но другой, совершенно точно. Поэтому, когда неожиданно на телевидении появились старые песни о главном и вот все вот такие вот штуки, которые, ну, конечно же, очень просто подогревают какие-то былые чувства, то все это вдруг разгорелось. А так как старые песни о главном появляются сейчас раз в неделю, я имею в виду какие-нибудь сериалы из 70-х, из 50-х и из 40-х. Ну, то же самое, Достояние Республики. Да, все абсолютно. На Первом канале, да. Вот, все абсолютно. И поэтому радиостанции моментально переориентировались на то, что, друзья, не несите новых песен, если у вас есть хорошие и старые. Вот, то есть, и получилось так, что Россия очень быстро стала страной такого тотального ретро. У нас, в принципе-то, был не то, чтобы нас никогда не интриговали какие-то гиперэксклюзивные новинки. Вот, но сейчас это вообще не интересно никому. Вот, и если есть песня из 90-х, то давайте лучше послушаем ее, чем пытаться убедить себя в том, что сейчас она написана неплохо. Увы, это так и есть, потому что в той же Великобритании крутые группы – это те, которые новые. У нас такого, к сожалению, не происходит. Хочу спросить, у меня вопрос назрел. Нет, немножечко другой. Вот у нас во всех сферах жизни, практически в России, присутствует такое понятие, как кумовство. Нет ли такого в шоу-бизнесе, и к чему оно приводит, если есть? В шоу-бизнесе? Да. Это очень такая необычная сфера, шоу-бизнес, потому что можно попытаться кого-то протолкнуть по блату, но если он не убедит публику в этом, то для блата это будет только хуже. То есть на сцене, в кино, в телевизоре нужно изо всех сил стараться выглядеть очень внятно. Вот, и если вы выглядите невнятно, то никакой кумовство не спасет. То есть в любом случае нужно обладать какими-то талантами и способностями, так? Я думаю, что если речь идет о том, что можно просто получить какую-то должность, допустим, в развлекательной индустрии, да, ее можно получить по блату. Но если вы работаете фронтменом, то тут, конечно, все зависит от личной харизмы, упорства и всего остального. Хорошо, вот смотрите, в 2014 году, перед новой волной, если я не ошибаюсь, вы в одном из интервью своих на радио сказали, что украинский шоу-бизнес, он на порядок выше российского, потому что они ориентированы на музыку, на качество. Как вы сейчас оценили шоу-бизнес? Это до сих пор, да? Да, чему нам можно у Украины поучиться вот в плане шоу-бизнеса? Ну, они, видимо, в большей степени, чем мы, интересуемся новинками. То есть, грубо говоря, у них радиостанции ищут новые группы, ищут новые хиты. У нас они этим не занимаются. У них как-то активнее происходят вот все эти музыкальные шоу и на телевидении, и вот поиск талантов. Их подхватывают, то есть, вокруг них как-то больше движения. Может быть, они просто более музыкальные нации, может быть, они больше любят петь, может быть, они, ну, в принципе, из-за того, что страна маленькая, и в ней налажены все эти коммуникации, потому что, допустим, из Харькова приехать в Киев гораздо легче, чем из Читы в Москву, правда? Ну, да. Вот, и люди могут передвигаться, обмениваться опытом, и для этого не нужны какие-то сумасшедшие финансовые влияния. Вот, поэтому у них получается лучше. По крайней мере, в том, что касается поп-музыки. Все это как-то выглядит свежее, на мой взгляд. Вот, у них после таких проектов музыкальных, вот, как «Х-фактор», да, у них артисты обычно пробиваются куда-то дальше. Вот, у нас после «Голос» не очень много исполнителей, очень хороших исполнителей куда-то проходят дальше. Почему так происходит? Ну, опять-таки из-за того, что, ну, допустим, вот кто-то победил вот в похожем телешоу, и он свалился как груз в какой-нибудь продюсерский центр. А продюсерские центры, они сейчас работают по какой схеме? То есть, ну, у них есть ряд артистов, которые участвуют в телешоу, которые там катаются на коньках, которые там делают это, 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 которые снимаются в рекламе, которые снимаются, может быть, в кино, вот, которые исполняют ретро-песни в ретро-костюмах, в разных больших телевизионных концертах. То есть, вот этим они занимаются, новым чем-то они занимаются в последнюю очередь. Так что и человеку из «Голоса» достается репертуар из 80-х и 70-х, вот, и он существует вот на уровне такого банкетно-корпоративного артиста. Вот на этом можно заработать. И это, конечно, очень настораживает, потому что никто не заинтересован в том, чтобы писать какую-то новую музыку. Ну, то есть, люди для себя, грубо говоря, открывают банкеты и чё? Более того, у меня такое ощущение, что в эти самые телешоу идут не для того, чтобы сформулировать свой музыкальный вкус, для того, чтобы заявить о себе, как о носителе чего-то интересного, а исключить для того, чтобы стать знаменитым. Давайте обратимся к вашей текущей журналистской работе. Как вы относитесь к тому, что в журналах публикуются различные сплетни о звездах, и эти сплетни бывают часто выдуманы? Ну, скажем так, 90% этих сплетен, если не 95, выдуманы пиар-агентами. То есть и в МК Бульвар также? Очень часто новости, которые пишутся о звездах, они исходят от их пиар-служб. Они организуют специальные съёмки, которые они могут замаскировать под папарацци, нет проблем. Они могут сделать это, это и то, они могут поговорить об этом, об этом и об этом. То есть они примерно знают своё дело. И так как они понимают, что в плане творческого от их подопечных толку немного, то они всячески пытаются разнообразить их в какую-то социально-личную жизнь, которая была бы интересна широкой публике. Они куда-то поехали, они моментально сфотографировались. Они куда-то... у них какой-то новый проект, и есть какая-то закулисная уже сторона всего этого дела. Это ужасно, но сейчас, конечно, очень немалая часть медиа сделана по звёздным Инстаграмам. Они получили довольно такой большой информационный канал, который пока не иссякает, пока, благо, никто это не пригрёб к своим рукам и не берёт за это деньги. И оттуда можно получать и личные комментарии, и какие-то фотографии, которых вы обычно не добьётесь, и так далее, и так далее, и так далее. То есть я правильно понимаю, что большинство скандалов, которые связаны со звёздами, они этими звёздами и срежиссированы? Конечно, безусловно. Я скажу больше, за границей примерно такая же ситуация, потому что, насколько мне рассказывали знающие люди, процентов, наверное, 70 папарацци съёмок, они поставлены пиар-агентами. То есть всё работает на индустрии? Конечно, конечно. Слушайте, откройте тогда тайну. Как создаются или как составляются хит-парады? Вот я в своё время всегда ждал звуковую дорожку в МК и следил, кто-то занял первое место и как-то даже ориентировал на это свои предпочтения. Ну, это уже в 90-х годах. А вот их придумывают? Ну, раньше, допустим, музыкальный отдел сидел в комнатке в два раза меньше этой, и она была завалена мешками с письмами. То есть всё было по-настоящему? По-настоящему, абсолютно. Их все считали в поте лица. И потом всё это перешло в какую-то электронную сферу. Это стало, конечно, сложнее уследить, потому что письмо, вот оно и письмо. Всё-таки нужно купить марку. А здесь ничего не происходит. Просто можно им кликать, кликать и кликать. А если не относительно МК, а другие хит-парады, которые на телевидении полно, на MTV и других телеканалах, вы им доверяете, что это действительно выбор зрителей, а не проплаченное место самим исполнителям? Ну, скажем так, исполнители не будут за это платить, совершенно точно. Потому что они хорошо понимают, что если клик интересный, то телеканал себе повышает на нём рейтинг. То есть, ну вот, нужно очень хорошо понимать, что если вы даёте хит, то за него не нужно платить, у вас и так его возьмут. Да. А если вы хотите пропихнуть просто ещё одну песню, да, возможно, потребуются некоторые какие-то подспорные действия. Так что, если песня популярна, вот, и на радио сейчас, конечно, очень так всё дотушно устроено, они постоянно меряют рейтинги, и, в общем, они не могут себе позволить, чтобы какая-то непопулярная песня постоянно проигрывалась, они будут терять аудиторию. Вот, так что велика вероятность, что это то, что нравится публике. А если сегодня делать программу, а куда-то топ-5 современных исполнителей, которых бы вы туда позвали, ваш рейтинг? Сложно со звёздами. Тогда было сложно очень. А сейчас вдвойне. Ну, наверное, мы бы позвали Басту, наверное, мы бы позвали Земфиру, но она бы не пришла. Вы понимаете, что всё это опять из прошлого, то есть это не то, что вот кто-то прям современный. Ну, современного, ну, хорошо, мы бы, наверное, позвали Оксимирона, потому что он талантливый, младой человек, и, в общем, с музыкой явно у него складывается. Всё это на большого любителя, но энтузиазм, с которым это делать, он, конечно, достоин некоторого. А Егора Крита вы бы позвали? Я думаю, что мы позвали, потому что мы бы хотели, чтобы нас смотрели девушки, естественно же. Но есть у меня сомнения, что он рассказал бы что-то сверхъестественное интересное. То есть опять пришлось бы выезжать на прошлом? Ну, естественно, конечно, куда же без этого? Потому что сколько бы мы не пытались представить новое поколение звёзд, вот все понимают, что если речь заходит о телевидении, особенно о таком крупномасштабном, то это Пугачев, Ратару Леонтьев, что делать? А вам нравится группа Ленинград? Я ничего не имею против. Скажите, вот есть у Сергея Шнурова композиция, которая называется «Любит наш народ всякое не очень хорошее». Вы согласны с концепцией песни? В общем, да. В общем, да. То есть специфический спрос на специфическую музыку и специфические фильмы, он, конечно, присутствует. И тут обоюдо остро, конечно, ситуация. Публика не хочет воспитываться сама, и её не хотят немножко подтягивать, что ли. Вот, то есть, ну, грубо говоря, есть же там какие-то локальные небольшие кинофестивали. Есть кинотеатр «Пионер», который у вас там через дорогу. Есть вот всякие вот такие вещи, куда можно ходить и смотреть то, что не вписывается в концепцию там больших телевизионных каналов. Вот, но такая возможность есть у всё-таки жителей больших городов. Да, на местах такого нет. Вот, и, конечно, хотелось бы, чтобы было больше, больше, что ли, каких-то ресурсов, которые бы это пропагандировали. Вот, и им бы можно было оказывать и какую-то поддержку со стороны разных там независимых студий, производителей интересной музыки, интересных фильмов. Они зачастую не знают, где просто найти это. Они просто не знают, где найти. Вот, и, конечно, это должна... Этим должны заниматься и медиа обязательно. То есть, как вот раньше было в звуковой дорожке, что там обязательно был какой-нибудь андеграунд, так, мне кажется, должно быть и сейчас. То есть, должна быть полная картина некой музыкальной киножизни. Должны быть и большие хиты, должны быть стрелялки-бродилки, но в то же время должно быть независимое кино, должна быть альтернативная музыка. Естественно. А вы в этом году в одном из телевизионных интервью заявили, что Битлз, в общем-то, особого следа в музыкальной культуре не оставили. Я такой сказал. Да, представляете? Речь шла о нем. Все-таки для вас, что главное в музыке? Любовь за этим было интересно смотреть. Конечно, за этим стоял не только большой талант, но и интеллект. Начитанность, образованность, очень большой кругозор. Это чувствовалось в артисте, и это очень привлекало. Что касается Битлов, мне кажется, они просто оказались в нужное время, в нужном месте, и они сформулировали песни вот именно теми словами, которые стали народными. Это удивительно. В плане звука, в плане продвижения рок-идеи, конечно, были The Who, конечно, были Rolling Stones, Kings и так далее. То есть группы, которые, грубо говоря, придумали саунд своего времени, придумали вот этот самый бунт, который там всех подражает до сих пор. Насколько бы не были там искусственно созданы Sex Pistols, но Майки с Сидом Вишесом до сих пор являются частью подросткового бунта. Ну, это говорит только о том, что в конце 70-х была придумана довольно сильная фигня, которая не отпускает до сих пор. Так что... И в плане создания культа они, конечно, были гораздо сильнее. Но придумать то, что будут люди петь на любые лады, с оркестрами, под гитару, под пианино, как угодно, то, что сделали Битлов, это, конечно, удивительно. Это большой композиторский талант. У нас остается мало времени, а нам нужно еще узнать у вас самое главное, потому что вы же в теме шоу-бизнеса, поэтому наверняка знаете все тайны. Вспление? Вспление, да. Александра. Первый вопрос. Как попасть на обложку МК Бульвар? Ну, если вы сниметесь в каком-то большом кинофильме, если студия, которая фильм этот прокатывает, захочет положить в фильм большой рекламный бюджет, и она купит у нас обложку, то вы будете на ней. Второй вопрос. Зачем потребовалось выгонять девушку из Ленинграда? И правда ли, что Сергей Шнуров может поставить с собой на сцене рядом любую девушку и сделать из нее звезду тем самым? Он так заявил. Да, судя по его заявлениям. Но у него сильный потенциал. Он вообще большой махинатор, это нужно признать. То есть он имеет к этому делу талант. И кажется, все-таки Ленинград это немножко не про девушек. Это вот именно про Сергея, который может с фигой в кармане каким-то образом дергать за ниточки массового спроса. Следующий вопрос. Земфира действительно больше не будет выступать по-вашему? Или это пиар-ход? Она не поедет в туры, скорее всего. Потому что тур это довольно масштабное мероприятие, очень нервное. Она, так сказать, девушка склонная к перфекционизму. Ей, наверное, все это иногда психологически тяжело. Особенно в городах, где промоутеры не делают ничего для того, чтобы концерт был таким, каким хочет артист. Но я думаю, что у нее еще будут концерты довольно большие, так что никуда мы от нее не денемся. Альбомы? Почему нет? Альбомы сейчас не являются каким-то таким огромным средством продвижения артиста. Это больше сувенирная продукция. Но так как их записывать стало не то, чтобы сильно дорого, то я думаю, что она еще порадует. Слушайте, главный вопрос, который нам нужно выяснить. Что будет со стеной Цоя? Потому что сейчас в мэрии идут обсуждения различных вариантов. Снести эту стену, перенести в лужники, может быть, даже закрасить. Ваше мнение. Я бы, конечно, посоветовал мэрии заниматься дорогами, тротуарами, какими-то вот такими вещами. Социальной политикой, чем-то еще. Со стеной Цоя как-нибудь разберутся. Давайте оставим это в какую-то такую горизонтальную модель демократии. Вот где они хотят ее новую нарисовать, там пусть нарисуют. А старая пусть останется на своем месте. Ну что же, Цой жив, Цой наш. Это была программа Мимо Нот. Эфир вели Александра Панина и Юрий Шведов. А у нас в гостях был Илья Олегастаев. Спасибо вам. Спасибо. До свидания.